Январские музыкальные вечера и Белая Вежа. Эти творческие форумы, полюбившиеся недому поколению брещан, безусловно, визитная карточка культурной жизни нашего пограничного города. Однако новый статус, статус богемной столицы, предполагает дополнительные привилегии и расширение списка творческих свершений и мероприятий. Это различные международные пленеры и фестивали, гастроли известных белорусских и зарубежных музыкальных коллективов, а также театральных трупп. Однако большинство инициатив на творческом поприще так или иначе будут связаны с основными культурными темами 2015-го. Мы делали два акцента, да, это 70-летие Великой Победы, и то, что следующий год – это будет годом молодежи. Мы посчитали, что мы лучшие, поэтому мы победили. Думаю, что опять ребята активно включатся и в эту работу также. Буквально совсем скоро, уже 10-го, если я не ошибаюсь, января, пройдет в усадьбе Немцевичей ежегодный бал, который ребята будут организовывать своими силами. Берестейский тракт – хорошее мероприятие. Ребята из клуба любителей ретроавтомобилей проведут тоже ряд мероприятий. Один из главных векторов молодежной политики – патриотическое воспитание. Тем более, в новом году повод для насыщенной работы в этом направлении более чем весомый – 70-летие Великой Победы. К списку традиционных мероприятий, проводимых областным комитетом БРСМ, марафону мужества, тематическим встречам с ветеранами, благоустройству территории мемориала Бреска крепость-герой и воинских захоронений, добавится строительство молодежно-патриотического центра. Этот объект признан стать плацдармом для разработки и проведения масштабных проектов. В год молодежи его возведение будет торжественно объявлено главной молодежной стройкой. Кроме того, что территория комплекса станет площадкой для молодежно-патриотического центра, священная земля цитадели и в этом году будет традиционным местом встреч делегаций студентов из соседних стран. Планируем мы проведение крупного студенческого форума, форума молодежных инициатив, планируем проведение палаточных лагерей, лагерей актива для разных категорий молодежи. Новым мероприятием мы планируем мероприятия по международному сотрудничеству. У нас налажен контакт с молодежной организацией Союза сельской молодежи Республики Польша. Мы планируем организацию совместного такого лагеря «Прибужье-2015», где будут участвовать представители Беларуси, Польши и планируем пригласить из Российской Федерации. Самое главное, мы проведем, обязательно проведем большой молодежный форум. Большой молодежный форум с участием всех категорий молодежи, заинтересованных в реализации государственной молодежной политики. Это и молодые семьи, это работающие молодежи, учащиеся, студенты. Мы поднимем, конечно же, как в любой молодежной среде, без проблем, ну, не бывает, скажем так, да. Мы поднимем ряд проблем, которые сегодня волнуют молодежь, интересуют молодежь. И будем искать пути выхода, пути решения этих проблем. Кроме этого, в перечень мероприятий по линии молодежи войдут различные форумы и фестивали, направленные на профилактику безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. Также в этом году будет продолжен проект «Открытый диалог молодежи Беларуси. Традиции и будущее». Очень хорошо себе зарекомендовал такой проект ОБРСМ, как «Открытый диалог», где молодежь высказывает свои предложения, поднимает какие-то проблемы в молодежной среде. И мы его сделали постоянно действующим, и он будет у нас на протяжении всего года проходить. В грядущих мероприятиях, организованных по инициативе беретейской молодежи, красной нитью будет проходить культурная составляющая, что особенно актуально, учитывая новый почетный статус города над Бугом.